3 277 человек с выявленными злокачественными образованиями состоят на учете во взрослой поликлинике Видновской районной клинической больницы. Это пациенты разных возрастных категорий с поражениями легких, кишечника, молочной железы и других органов. Каждый онкологический больной может обратиться за медицинской помощью онкологической. Врачи-онкологи ведут диспансерное наблюдение данной категории граждан и мы делаем все возможное, чтобы на ранних этапах выявить онкологические заболевания. Сейчас в Ленинском городском округе ограничения планового приема больных не было. Три онколога с понедельника по субботу работают с 8 до 20 часов. Расписание очень плотное. Пандемия коронавирусной инфекции еще добавила докторам забот. Почти каждому второму-третьему сейчас проводятся каты легких и выявления часто бывают и на ранних стадиях. То есть маленькие очаги замечаем на фоне воспалительных моментов и уже потом начинаем обследовать пациента дальше. Врачи говорят, что ранняя диагностика онкологического заболевания дает большие шансы на полное выздоровление. При первых подозрениях доктор пропишет пациенту четкий путь движения, чтобы тот не затерялся в рутине исследований на несколько месяцев. Здесь еще многое зависит от правильной интерпретации результата. Татьяна Кувичинская окончила Донецкий национальный медицинский институт. Родители мечтали, чтобы дочь стала врачом. Работает онкологом с 2009 года. Рассказывает, что очень часто пациенты сами ставят диагноз, в основном неправильный и тем самым теряют драгоценное время, когда болезнь еще можно победить. Я принимаю население от 18 лет и каждый пациент по-своему отражается в моей душе. Не могу сказать, что кто-то больше, кто-то меньше. Естественно, я очень тяжело переношу молодых пациентов. Многие пациенты жалуются, что сейчас к онкологу попасть непросто. Да, загруженность у врачей колоссальная, но такие узкие специалисты, как дерматолог или хирург, тоже могут дать направление, если есть подозрения на злокачественное поражение органов.